Сказать, что очередная встреча участников на спортивном баттле была долгожданной, практически не сказать ничего. Ежегодный международный турнир по мини-футболу – это прежде всего праздник дружбы, который на протяжении 13 лет объединяет представителей таможенных служб, дает возможность не только сразиться в упорной борьбе и ощутить состязательный дух на футбольном поле, но и поделиться профессиональными наработками. Ребята в свободное время общаются, спрашивают, как кто работает, везде интересно. Ну, россиян мы знаем, питерские, они давно к нам ездят, армян тоже знаем. То есть в процессе, конечно, общаемся, спрашиваем, как у них, они спрашивают, как у нас. Потому что у нас ребята, ну, работают в основном все на границе, за некоторым исключением. Ну, у них то же самое, практически все, ну, скажем так, люди с границы, поэтому есть чем поделиться, есть у каждого свои нюансы, свои особенности в каждой стране. Опыт прошлых лет лишь подтвердил, что интерес команд-участник друг к другу и такому формату мероприятий высок. Поэтому география стран постоянно увеличивается. За годы проведения спортивного феста участниками стали спортсмены из Армении и России, Латвии и Киргызстана, Украины и Молдовы, Азербайджана и Словакии. Мы очень рады, что мы тут, здесь, в Беларуси, мы были уже в 2016 году первый раз, теперь второй раз мы тут. Мы хотим навязать дружбу между спортсменами и мы будем рады за каждую победу. Нужно отметить, что победы на турнире этого года давались нелегко. Уровень подготовки команд и международный статус обязывают. Спортсмены готовились заранее, проходя местные отборочные этапы и только лучшие из них попали в состав сборных. Восемь федеральных округов в России, восемь региональных таможенных управлений присутствуют, ну и центральный аппарат. И мы как бы между собой, все представители решили, кто у нас выигрывает чемпионат федеральной таможенной службы, кто-то и едет на этот международный турнир. В этом году выиграли мы. Впереди у представителей пяти команд из Белоруссии, Армении, России и Словакии еще три соревновательных дня. По итогам которых команда с перевесом очков займет лидирующую позицию. Мы же болеем за наших.